Вести Карачаева, Черкесия В Республике в прошлом году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Компания «Газпромгазораспределение Черекесск» объявляет о снижении цены на установку приборов учета газа. И в Республике определят лучших экспортеров прошлого года. Карачаева, Черкесия Скорейшее выздоровление пострадавшим написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии составилась встреча главы Республики Рашида Тимрезова с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Стороны обсудили сферы возможного межрегионального сотрудничества, реализацию совместных образовательных и молодежных программ, культурных проектов, восстановление экономических связей между предпринимательским сообществом Карача-Черкесии и Камчатского края. Владимир Солодов познакомился с опытом нашей республики в сфере развития туризма, в том числе горнолыжного. Это направление является одним из перспективных для туристической отрасли Камчатки. Руководители регионов отметили, что несмотря на то, что Камчатский край и Карачаево-Черкесия расположены территориально далеко друг от друга, их много объединяет. Мэр Черкеска Алексей Баскаев и исполняющий обязанности министра экономического развития республики Артур Изауф посетили с деловым визитом Центра молодежного и инновационного творчества, где ознакомились с работой образовательных площадок. Специалисты Центра рассказали об итогах прошлого года, а также планах на этот год. Основные задачи ЦМИД, которые входят в структуру Центра «Мой бизнес Карачаево-Черкесии», это обучение детей и молодежи с использованием современного оборудования. В Центре проводятся практические занятия, мастер-классы и развивающие мероприятия по 3D-прототипированию и моделированию робототехники и программированию. В задачи Центра также входит подготовка проектов для привлечения грантовых средств и инвестиций, содействия трудоустройству, поддержка городских сообществ и социальных проектов, а также вовлечение молодежи в общественную деятельность и организация досуга молодежи. Природно-туристический потенциал Карачаево-Черкесии будет представлен на выставке туризма и индустрии гостеприимства МИД в Москве. Большая международная выставка пройдет с 16 по 18 марта в Крокус-экспо. Она состоится уже в 29-й раз и вновь соберет на своей площадке туроператоров, организаторов авторских туров, представителей отелей и авиакомпаний, экспертов по детскому и молодежному туризму. МИД является международной деловой площадкой для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и посетители выставки смогут встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях делового программы, которая будет интересна для посещения профильным специалистам и экспертам индустрии. В общей сложности планируется собрать более 500 участников из 20 стран и 60 регионов России. В этом году к выставке помимо туристических присоединятся и компании из гостиничного ресторанного бизнеса. Компания «Газпром» «Газораспределение Черкесск» объявляет о снижении цены на установку приборов учета газа. Акция распространяется на частные домовладения, оснащение которых приборами учета обязательно в соответствии с требованиями федерального закона. В рамках предложения цена на установку газового счетчика снижена в 2,5 раза и при единовременной оплате составит 6900 рублей. В эту стоимость входит выполнение проектных и монтажных работ, а также оплата необходимых материалов. Абоненту нужно приобрести только сам прибор учета газа, той марки и модели, которая будет определена проектным решением. В прошлом году 42% жителей республики, а это более 200 тысяч человек, прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, что на 5,5% выше запланированного количества. Хорошему показателю профосмотров способствовало, кроме всего прочего, применение передвижных медицинских комплексов, таких как мобильные лечебно-диагностические лаборатории поезд здоровья. Они выезжали непосредственно в населенные пункты, где люди проходили диспансеризацию, в том числе те, кто переболел коронавирусной инфекцией. В предыдущем году углубленную диспансеризацию прошли порядка 24 тысяч человек от общего числа прошедших профилактические мероприятия. Из них около 10 тысяч – это жители сельской местности. Реализация проекта «Поезд здоровья» продолжится и в этом году. По просьбам жителей Зеленчукского района, передвижной мобильный комплекс в январе посетил Исправненское и Кордоникское сельские поселения. 73 рабочих места создал бизнес в районе при государственной поддержке в прошлом году. Гарантийным фондом поддержки предпринимательства Карача-Чекесии за прошедший год было предоставлено 45 поручительств. Это позволило привлечь кредитные средства бизнесу. В свою очередь это помогло субъектам малого и среднего предпринимательства создать новые рабочие места. В Карачаево-Чекесии определяют лучших экспортеров 2022 года. Уже открыт прием заявок на участие в оригинальном этапе конкурса «Экспортер года». Подать заявку могут компании малого и среднего бизнеса из числа экспортеров республики. Премии вручаются по следующим номинациям «Экспортер года» в сфере промышленности, «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса и «Прорыв года». Заявки на участие принимаются до 28 февраля включительно. Подать документы на участие можно в Центре «Мой бизнес» Черкеска по Ленина 53. В конце прошлого года в среднеобщей образовательной школе Аула Жако Хабевского района завершился капитальный ремонт здания. Здесь выполнен весь объем строительных работ, причем на качественном уровне и в короткие сроки. В частности, подрядная организация выполнила ремонт фундамента и отмостки, частичную замену кровли, фасада здания, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. Отремонтировала также системы отопления, водоснабжения, канализацию, выполнили электромонтажные работы и слаботочные сети. Вместе с тем благоустроили двор, заменили теплотрассу, а также отремонтировали входные лестницы, обновили окна, двери, потолки и полы. Теперь это комфортное, самое современное, отвечающее всем требованиям образовательное пространство. Деньги не просила МВД по Карачао-Черкесе в очередной раз призывает граждан не терять бдительность. Если ваш аккаунт взломали, вы, скорее всего, об этом узнаете. Приложение присылает уведомление, когда вы или кто-то другой логинится в ваш аккаунт. В уведомлении указано устройство, страна и город, операционная система, с которых вошли в аккаунт. Если это были не вы, не паникуйте, а просто завершите все активные сессии. Тогда вы перекроете доступ к своему аккаунту для мошенника, вы сможете защитить его. Первое и самое главное правило – не переводите денежные средства. Постарайтесь созвониться с друзьями и родственниками для уточнения информации, напоминает региональный МВД. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках республики. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карачаево-Чкесе». Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по республике Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия». В Государственной филармонии состоялся показ спектакля «Щелкунчик» детского телевизионного театра студии «Хрустальный источник». Это второй спектакль, который театр выпустил под руководством заслуженного артиста России Евклида Кюрдзидиса. Его уже показали на Кавминводах и следующим пунктом стал «Черкеск», рассказывает режиссер театра студии Елена Козленко. Взято за основу, конечно же, всеми известная сказка, но сюжет полностью переработан. Это музыкальный киноспектакль «Щелкунчик». В нем задействовано 80 детей студийцев, совмещен театр на сцене и кино на экране. Персонаж может появиться на экране и потом выйти за экран на сцену. И это такое волшебство. И вот дети, которые спят и наблюдают за этим в зале, они в это очень верят, и нам это очень приятно. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике в эти дни открыта для посещения экспозиция «Дом музыки». Она создана из материалов фонда в музее-заповеднике и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. Особый интерес, по словам сотрудников музея, представляет фотодокументальный материал об известных музыкантах, композиторах, певцах, стоявших у истоков и внесших большой вклад в развитие музыкального искусства Карачаева-Черкесии, рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Карачаева-Черкесии Ирина Джигутанова. Музыкальные инструменты карачаевцев, черкесов, абазин, нагайцев, изготовленные местными мастерами, флейты, скрипки, барабаны, трещотки, национальные гармоники и музыкальные инструменты, бытовавшие семьях жителей Карачаева-Черкесии, физгармония, колесная лира, балалайки. Также представлены афиши, рекламирующие значимые события в культурной и музыкальной жизни народов Карачаева-Черкесии. В Карачаевске прошло первенство Карачаев-Черкесии по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы заслуженного тренера России Алхаза Черчаева. В соревнованиях принимали участие около 90 сильнейших спортсменов республики, в числе которых победители юношеских первенств Европы Амаль Джандубаев и Амаль Кирейтова, а также бронзовый призер первенства России Расул Капсергенов. Победители и призеры соревнований и их тренеры награждены памятными кубками, медалями и грамотами регионального министерства физической культуры и спорта, а также денежными призами. По итогам данных состязаний будет сформирована сборная команда Карачаева-Черкесии для участия в первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которая пройдет в марте этого года в Грозном. Ну и последняя информация. В селе Дружба Прикубанского района состоялись чемпионаты и первенства Карачаева-Черкесии по кикбоксингу. Бойцы 6-й спортивной школы Черкеска завоевали сразу 14 золотых наград. В соревнованиях принимали участие в общей сложности более 250 спортсменов из нашей республики, Ставропольского края и Адыгеи. В течение трех дней ребята демонстрировали свое мастерство, характер и стремление к победе. Турнир выявил сильнейших бойцов для участия в чемпионате и первенстве Северокавказского федерального округа, которое пройдет с 15 по 19 марта текущего года в Избербашии Дагестана. По итогам турнира командные места распределились следующим образом. Первое место заняла сборная команда Карачаево-Черкесии, второе место бойцы из Адыгеи и третья ступень пьедестала досталась гостям из Кабардино-Балкарии. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. О сообщении синоптиков республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, снег местами сильный. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 10 градусов мороза. На дорогах Гололедица местами снежные заносы. В горах республики сохраняется лавиноопасность. В Черкесии снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра опустится до минус 9 и на дорогах города Гололедица. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 8 февраля местами в Карачаево-Черкесии ожидается очень сильный снег. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин